Депутаты городской думы наделили дополнительными полномочиями работников департамента имущественных отношений. Также они привели в соответствие с федеральным и региональным законодательством ряд нормативно-правовых документов. Кроме того, народные избранники отметили повышение эффективности работы административной комиссии, заслужив доклад о ее деятельности. Из зала заседания репортаж нашего парламентского корреспондента Владислава Сельнинова. Кворум имеется, заседание начинается. Депутаты пересмотрели правила землепользования и застройки города. Вопрос на обсуждение вынесло Управление градостроительства и архитектуры. С одобрения народных избранников будут синхронизированы программы комплексного развития, транспортной, социальной и инженерно-коммунальной инфраструктур. Все это, по мнению специалистов, позволит улучшить инвестиционную привлекательность нового Оренгоя. При подготовке проекта решения городской думы о внесении изменений в правила землепользования и застройки, все необходимые процедуры, предусмотренные действующим законодательством, выполнены. Теперь департамент имущественных отношений имеет больше полномочий, распоряжаясь судьбой земельных участков, которые используются ненадлежащим образом или чей срок аренды давно истёк. Теперь ведомство может более активно бороться с нарушителями правил землепользования. Кроме того, изменения коснулись и порядка оказания муниципальных услуг. Речь идёт о помещениях, для оформления которых теперь потребуются дополнительные документы. Эту норму городские депутаты закрепили своим единогласным решением. Посмотрение вопроса о предоставлении жилого помещения коммерческого использования невозможно без предоставления гражданами отдельных документов. Данные документы не могут быть получены в порядке межведомственного или внутриведомственного взаимодействия и должны предоставляться гражданами самостоятельно. 208 дела о правонарушениях рассмотрела административная комиссия только в первом полугодии. Докладчик заострил внимание депутатов на том, что ведомству практически удалось искоренить передвижные торговые точки. В городе не осталось автомобилей, которые реализуют горожанам непроверенную продукцию. А в городскую казну в виде штрафов поступило более 400 тысяч рублей. Актуальность озвучивших направлений, по которым повысилась эффективность работы уполномоченных должностных лиц, подтверждается итогами прямого эфира, посвященного деятельности административной комиссии по 20 июня 2018 года, которое прошло на телерадиокомпанию «Импульс», в рамках которого подавляющее количество вопросов новорингойцев касалось защиты их прав на спокойный отдых в ночное время, ликвидации несанкционированных свалок и мест скопления мусора на территории города, привлечения к административной ответственности лиц, совершивших такие правонарушения. Депутатам также довели информацию об оздоровительной и трудовой компаниях. Этим летом отдохнули и поправили свое здоровье более двух тысяч маленьких горожан. Еще более тысячи подростков трудились во благо города. Свыше 80 предприятий и организаций предоставили молодым людям места для временного трудоустройства. Летний период был насыщенным на мероприятия, а в новом политическом сезоне депутатов ожидает кропотливая нормотворческая деятельность. Следующее заседание обещает стать более сложным и ответственным. Депутатам предстоит рассмотреть изменения в городском бюджете. Уже сейчас журналисты в кулуарах догадываются о том, какие конкретные передвижки предвидятся. Но, по словам депутатов, все изменения будут касаться социальной сферы. Владислав Селенинов, Антон Берестянский, Служба новостей, «Импульс».